Раз в четыре года по всей Греции объявлялось священное перемирие. Все войны прекращались, и в город Олимпию по всем дорогам стекались толпы народа. Начинались Олимпийские игры. Достоверно установлено, что первые Олимпийские игры состоялись в 776 году до нашей эры. Однако, по мнению греков, в этот год состоялось возобновление игр, а на самом деле самые первые Олимпийские игры организовал в глубокой древности великий герой Геракл. Просто из-за войн их долгое время не проводили. На Олимпийских играх в состязаниях могли участвовать все свободные греки, бедные и богатые, знатные и незнатные, и только женщинам входить в Олимпию запрещалось под страхом смертной казни. Почти за год до начала состязаний все участники игр обязаны были приступить к тренировкам в своем родном городе. Уже за месяц до открытия игр атлеты прибывали в Южную Грецию и там поблизости от Олимпии продолжали подготовку. Праздник в Олимпии занимал 5 дней. В первый день атлеты приносили жертвы богам, давали клятву бороться честно. Потом назначалась специальная комиссия, это были главные судьи состязаний. Они следили за тем, чтобы соблюдались все правила игр. Запрещалось прибегать к незаконным приемам, убивать своего противника, спорить с судьями и подкупать их, за это наказывали плетью. Следующие три дня были полностью посвящены соревнованиям. Олимпийские игры включали несколько видов спорта. Основные – бег, прыжки, метание диска, метание копья и борьба. Все вместе они назывались пятиборьем. Пятиборье начиналось с бега. Дистанция бега равнялась одному стадию – 191 метр. Отсюда наше слово «стадион». Бегуны развивали невероятную скорость. Если верить древним писателям, один бегун догнал зайца, другой обогнал лошадь. Гражданин города Аргус после своей победы в беге смог даже сбегать из Олимпии домой, сообщить о своей победе и вернуться в Олимпию, чтобы принять участие в соревнованиях следующего дня. Всего за несколько часов он пробежал около 100 километров. Следующим видом соревнований были прыжки в длину. Для увеличения длины прыжка атлеты пользовались гантелями из камня или металла. В момент прыжка руки с гантелями резко выбрасывали вперед. Прыжки сопровождались музыкой. Музыка вообще была обязательна для соревнований. Она помогала атлетам соблюдать ритм. Метание копья и диска были третьим и четвертым видом состязаний в бурье. Пятым состязанием была борьба. В борьбе важно было не просто победить соперника, но сделать это красиво. Для победы следовало заставить противника упасть три раза. Удары кулаком запрещались, но разрешалось толкать противника, применять подножку, прибегать к обманным уловкам. Самым прославленным среди борцов был Милан. Шесть раз подряд он становился победителем Олимпийских игр. Неизменный интерес зрителей на Олимпийских играх вызывали кулачные бои, которые проводились вне обязательных состязаний. В кулачном бою греки ценили ловкость и умение, а не грубую силу. Кулачный бой был опасным и трудным делом, нередко борцы получали серьезные увечья. Захватывающее зрелище представляло соревнование колесниц, запряженных четверкой лошадей. Это состязание происходило на специально устроенном ипподроме. Само слово «ипподром» в переводе означает «лошадиный бег». Победителем считался не наездник, а владелец лошадей. Выставить четверку лошадей могли лишь самые богатые люди. О лошадях-победителях слагались стихи, им ставили памятники. Но не меньшей славой пользовались и возницы, которые управляли колесницами. Повсюду в Греции рассказывали о подвигах Полидама. Этот возница одной рукой удерживал за колесо колесницу, запряженную четверкой лошадей. Имя каждого победителя состязаний на Олимпийских играх вместе с именем его отца и названием города объявляли на стадионе. Атлеты венчали венком из листьев дикой оливы, росшие у храма Зевса. Победителей в состязаниях колесниц награждали пальмовой веткой. Победитель возвращался в родной полис в пурпурной одежде и на колеснице. Весь город выходил ему навстречу. В его честь устраивали праздничный пир. Одну его статую ставили на городской площади, а другую в Олимпии. В честь победителя родственники заказывали поэтам специальную песню. В ней прославлялся его род, полис и сам победитель. Потом эту песню исполняли на праздниках. Древние греки считали, что атлет победил не только благодаря своей силе, но и потому, что его выступление больше всего понравилось богам. Помимо Олимпийских, в Древней Греции проходили еще пифийские игры в городе Дельфы. Эти состязания были посвящены богу Аполлону. Другим важным праздником для греков был праздник в честь богини Афины, покровительницы города Афин, Большие Панафинеи. Он отмечался раз в четыре года. Центральным событием этого праздника было шествие горожан. Веселые жители, неся в руках факелы, шли по городу к статуе Афины. Они несли богатые многочисленные дары любимой богини, одежды, произведения искусства, жертвенных животных, цветы. Затем проходили соревнования музыкантов и атлетические состязания. Праздник завершался пиром. Победитель награждался дарами Афины, венком из ветвей оливкового дерева и замечательной амфорой с оливковым маслом. Как известно из древней легенды, именно Афина подарила грекам оливковое дерево. Древние греки очень любили праздники и ценили таланты своих соотечественников.